Добрый день, в эфире программа Мимонот, сегодня её ведут Олег Дружбинский и я, Евгений Додолев, а в гостях у нас редкая птица цвет ультрамарин. Вы знаете, наши с Олегом коллеги-журналисты часто очень употребляют эпитеты культовые, легендарные. Вот это всё в полной степени относится к сегодняшнему гостю. Я бы даже употребил бы эпитет, он как штаны из песни «Шнура» про Лубутена, я просто этот эпитет не могу воспроизвести в эфире, но скажу, что офигительный. Офигительный Андрей Вадимович Макаревич в эфире программа Мимонот. Здравствуйте, Андрей. Спасибо, красиво начал. Спасибо папе с мамой, которую, собственно, сделали, я так понимаю. Я перед нашей встречей проанонсировал в Фейсбуке, и сразу несколько вопросов хотел бы зачитать прямо оттуда, от Марьяши Ефремовой. Так. Такой вопрос. Как вы, Андрей, считаете, возможность быть услышанным или, иначе говоря, популярность в нынешнее время – это результат упорной работы, либо же везения? Если машина начинала свою деятельность в настоящее время, с одной стороны, в условиях жесткой конкуренции, с другой стороны, полной свободы деятельности. Изменились ли возможности достижения успеха? Возможности изменились сильно, но начать надо с того, что мы никогда не ставили себе задачу быть услышанным. Да ладно. Это абсолютно. Ну как, то есть человек, который берёт в руки гитару и выходит на сцену, он не хочет быть услышанным? Ну, он хочет, чтобы на него девушки смотрели большими глазами. А, так, это правда. На том отрезке жизни это было вполне достаточно. Вот для меня полное счастье было иметь инструмент, громкий усилитель, слушать любимую музыку и извлекать звуки из электрогитары, чтобы меня все оставили в покое. И мы вот в таком кокуне существовали первые несколько лет, играя, репетируя. Как вас оставили, то есть все легенды про гонения, запреты? Нет, это позже началось, нас ещё знать никто не знал, мы школу заканчивали, ну что ты. То есть были оставлены в покое прямо в самом начале? Ну, нет, в школе одни учителя шпыняли, а вот Тамара Александровна, например, учительница физики, нас любила, она нас пускала в класс репетировать после уроков и даже нам давала установку кинап, помнишь, была такая, для демонстрации учебных фильмов с буквами К, К. И это была по тем временам чудовищно громкая штука, я тебе скажу. Ну вот мы через это бренькали. А если бы начинать сегодня, скажем так, вот? А я бы не начал сегодня. Почему? А потому что... Ну, если бы вам было снова 20, например, там 16, 15, если мы в очень удачное время родились и были молодыми. То электричество, которое было в воздухе и которое дало заряд огромным количеством групп по всему миру, которые заставляют и Джеггера, и Пола Маккартни в их возрасте до сих пор выходить на сцену, вот оно иссякло. Нету больше этого электричества. Никто не объяснил, что такое рок-н-ролл. А воздух этот уже закончился. И надо честно смотреть в глаза жизни и не рвать на себя волосы, а признать, что что-то другое появилось. А вы не могли бы назвать дату, когда он закончился? Ну, день конкретный нет, но я думаю, что это произошло где-то в середине, в конце 90-х. Ну, когда диско... Это глобально закончилось или закончилось у нас? Конечно, у нас всё с запозданием происходило. У нас он ещё жив. А вот так вот, да? А кто его персонифицирует? Ваш друг Борис Борисович Гребенчуков утверждал, что рок-н-ролл мёрт в 83-м году, если мне память не изменяет. Да, Борис Борисович Гребенчуков, если мне память не изменяет. Да, Борис Борисович очень чувствительный человек в этом смысле. А вот так обстоят дела. То есть, вот сегодня... Просто вопрос был про успех и про успешность. Я бы не занялся музыкой сегодня. Нет, я бы, наверное, художником работал. Я, собственно, и так этим занимаюсь, но посвящал бы этому больше времени. Очень хороший ответ. Очень хороший. А давайте вот вернёмся к тому времени, когда вы призывали молодёжь, скажем так, не стоит прогибаться под изменчивый мир и так далее. Минуточку. Я хотел бы быть предельно точным в формулировках. Я никогда никого, ни к чему не призывал. Потому что песня – это не воззвание, не политический лозунг, хотя многим очень хотелось бы именно так их видеть. Песня – это моё высказывание, и не более того. Хорошо, заговорил. А какой посыл-то у Олега, что призывал приниматься сам прогноз, что ли? Вопрос немного в другом. То есть, если, скажем, когда-то, да, это был, ну, скажем так, зрители считывали это как призыв, сейчас бы вы стали к этому призывать? Ну, если бы вы призывали и так далее. Я и тогда не призывал, и сейчас не призываю. Возникает какой-то комплекс ощущений относительно того, что происходит вокруг, относительно того, что я чувствую внутри. По этому поводу может появиться песня. Упаси Бог её воспринимать как какую-то инструкцию к жизни, какой-то лозунг или какое-то воззвание. Нет, это вот то, что я чувствовал в этот момент. Кто и как её понял, это вообще проблема этих людей. Тут я не обязан каждому разжевывать и вкладывать в голову. Я чувствую за 5000-летнюю историю «Машины времени», что песни совершенно по-другому трактовались, не так, как задумывались авторами. А что значит по-другому? Ну, вот про марионетки. Это там был какой-то такой бунтарский посыл, или это была песня про марионетки? Ну, что ж там было, это не про марионеток, это песня про людей. Но почему-то это всё сводилось либо к съезду партии, либо к съезду комсомола. Ну, потому что был политический контекст такой. Ну, потому что у нас у всех больные головы на политический контекст. И мне было даже обидно, потому что вообще это про то, как устроено человеческое общество. Оно было так устроено столько, сколько оно существует. Тут какая-то партия. Причём тут эта партия? Про неё забудут через 100 лет. Ещё вопрос из Фейсбука от Маргариты Шоу, официального, первого, единственного пока официального фотографа по Машине Времени. А нет ли желания возродить уже с Машиной Времени очень славную, но совсем забытую песенку про счастье из репертуара Оркестра Креольского танго, про фантики, которых со временем очень не хватает? Но с Машиной мы её не играли никогда. Она вообще не очень машинская по музыке. А с ребятами спокойно можем сыграть вот ровно в тот момент, когда желание возникнет. У ребят? Это диктаторский коллектив, там решения коллегиальные принимаются? Ну, он не диктаторский, но, в общем, как-то ко мне прислушиваются. Понятно. Кому из, Владимир Зелик, кому из участников пришла идея перестать исполнять старый корабль в первоначальном варианте? Это вообще происходит, знаешь, я взял список неполный, там, ну, всё равно песен 500 где-то, да? Играем мы на концерте, ну, 35, ну, на 45-летие 45 сделали песен. Что-то можем менять. В какой-то момент, играя песню, вдруг ты чувствуешь, что, ну, она больше вот не вштыривает. Мы её можем играть, мы её помним отлично, но нас она самих вдруг перестаёт тащить. И мы не глядь друг другу в глаза, её вычеркиваем из программы и заменяем какой-то другой. Здесь был вопрос насчёт параллелей с Битлос у «Машины времени» и Маргулис, ну, я так понимаю, что со Стёбом такую раскладку предложил. Кутиков Леннон, знак вопроса, Маккартни, знак вопроса, Ефремов Ринга, и добавил Яни Джордж. Какие-нибудь комментарии, когда-нибудь себя сравнивали с Битлами? Было такое? Да, я вообще не люблю этих сравнений, всё это довольно глупо. Ой, меня знаешь, что с ними роднит? Так. Оказывается, они все четверо молодые годы, ровно как и я, были абсолютно равнодушны к футболу. Что для ребят из Ливерпуля довольно странно, надо сказать. Да, кстати, да, действительно, я об этом не думал. Вот что роднит. То есть, я правильно понимаю, что чемпионат по футболу, вы знаете, что он уйдёт, кстати? Слышал, да. Я даже знаю, что наши выиграли две игры. То есть, я не совсем тёмный человек. Но не болеете? Да нет. А когда Олимпиада проходила в Сочи, как-то это стало событием? Я поехал, я хотел посмотреть, как сделали открытие, как Константин Львович. Ваш товарищ Константин Львович, конечно… Он сделал прекрасное открытие, действительно было произведение искусства, и я ему честно об этом сказал, это было здорово. Вы были не одиноки. Он звание мушкетёра получил, кстати, от француза за это открытие. Он же настоящий мушкетёр. Прекрасно. Вот говоря о мушкетёрах и о Д'Артаньяне, вы были романтическим юношей, то есть, вы воспитывались так же, как, допустим, я, на Дюма, на вот этих идеалах, или вы достаточно здравым смыслом отличались и понимали расклад? Знаешь, читали мы в детстве не те же книги, а характер у нас, тем не менее, немножко разный у всех. Я не готов измерять степень собственного романтизма. Это странно виднее, наверное. Мне кажется, что я не чрезвычайно романтичный. Если мы уже про актуалку заговорили о том, что происходит, ещё один вопрос предложили задать про день рождения вчерашнего, про Виктора Цоя. У меня была дискуссия, кстати, очень такая фундаментальная с вашим товарищем Александром Борисовичем Градским на эту тему. И у Александра Борисовича тезис, что главное в вашем ремесле музыкальном – это профессионализм. Я же придерживался и придерживаюсь мнения, что главное – это какое-то то, что хорошим русским словом «месседж» называется, драйв, который был. Увидите, как вы считаете, что важнее – профессионализм, знание нотной грамоты и сочинение некрасивых мелодий или вот этот драйв? Если профессионализм понимать более широко, если человек знает, как вести себя на сцене, как встать так, чтобы девочки с ума сошли – это профессионализм тоже. Как подать свой текст? Почему в его песне должно быть три аккорда, а не восемь? Это тоже профессионализм. Но вообще рок-н-ролл появился как абсолютно народное дилетантское искусство. Никто там в консерваториях не обучался. И именно за счёт этого, за счёт своей простоты и иллюзии, ощущения того, что и я так могу, он стал чудовищно популярен за считанные какие-то годы. Саня очень превозносит. Это здорово, когда ты такой профессионал, как Градский. Но это ещё не всё. Оттошение к Цою, Ваше, Андрей Вадимович. Вот феномен Цоя, чем Вы можете объяснить? Он был настоящий герой рок-н-ролла, и всё, включая кончину, вписывается. Хорошо, а если бы не произошла эта трагедия? Я не умею, если бы на КБ мыслить. Это вообще играет роль, когда у молодых, когда вот как Мэрилин Монро, Че Гевара, когда люди молодые. Всё играет роль, потому что человек популярен, он всю жизнь на сцене, хочет он этого или нет. Всё равно на него молятся, за ним наблюдают, за ним подсматривают. Он является примером для массы несовершенных людей, кто начинает так же одеваться, так же ходить, так же встречаться. Но, конечно, влияет. – А были знакомы с Цоем достаточно? Когда познакомились, при каких обстоятельствах впечатлениях свои? – Не помню, у Борьки, у Борьки где-то. – В Ленинграде? – Да. Ну, очень немногословный такой, тихий парень. Потом Костя Эрнст прибежал с бешеными глазами, с кассетой группа «Крови». – Да, да, да. – Вот. По-моему, ты тогда же присутствовал тоже. – Да, да, я помню, да. – Вот. Это было здорово сделано. Это было очень просто сделано и очень индивидуально, очень не похоже на то, что тогда звучало вокруг. И там вот простота с мудростью, с лаконичностью находились в идеальном соотношении. Это совсем непростая история. – Как хорошо вы сказали. Просто вот совершенно унисон тому, что я думаю. Фильм «Лето» видели? – Да. – Ваши ощущения? – Мне очень понравилось. Я не знаю, что Боря на него накинулся, его не видев. Во-первых, я не ждал от этого фильма «Учебника истории». – Я не был знаком с Майком. – Я был хорошо знаком. – Да, я знаю, естественно. Похож? – Очень. Очень. Рома, который с ним знаком не был, он его как-то интуитивно почувствовал, манера говорить, вот это вот такие, он же был очень такой интеллигентный, тихий человек такой, Майк, рафинированный. – Несмотря на репертуар свой такой, хулиганский. – Это была игра, а это… И вообще кино очень трогательное, абсолютно целомудренное, романтичное, по-моему, замечательное, снятое, великолепное. – А вот Рому Зверя, да, мы упомянули. У машинистов вообще и у людей вот этой волны вашей, тех, которые пробивали, собственно, стену для рок-музыкантов, есть какая-то… Слово «зависть», наверное, неточное, но какие-то ощущения вот ко всем этим, группа зверей, корней, которые приходят на готовые. – А что мне, что нам им завидовать-то? – Нечему завидовать, что они получают сразу и быстро то, к чему вышли. – Ну, слава богу, молодцы, во-первых, не сразу, не строй себе иллюзий. – Нет, не сразу? – Нет, без труда ты рыбку не поймаешь, нет. Каждый, знаешь, заслуживает то, что он несёт. Многие очень часто слышим такой тезис, что сейчас с деньгами можно из любого сделать звезду. – Ерунда. – Всё от бюджета зависит. – Чушь полная. Ну, можно, да, в таком случае, вот, это будет искусственно надутый такой шарик, и пока в него будут… – Вдувать. – Вдувать денежки, да. На следующий день о нём забудут. – У вас есть такой опыт, был такой опыт или вам хотелось быть продюсером вот таким надувающим шариком? – Никогда не хотелось. – В принципе, нет. – Во-первых, я не люблю надувать шарики, во-вторых, я не чувствую в себе потенцию. Это же отдельная работа, это большой талант. Слыша и видя со стороны, заметить, посоветовать и настоять на том, чего ребята сами не видят, не чувствуют, потому что они изнутри на это смотрят. Это режиссёр в театре, это то же самое. – Ну и бизнесмен, наверное, всё-таки ещё. – Есть разные продюсеры. Джордж Мартин был музыкальным продюсером, он не занимался. А есть роуд-менеджеры, это тоже продюсеры, да. А есть продюсеры, выпускающие компании. Это третья специальность. Это всё не моё, это всё достойные занятия, но абсолютно. – А у группы «Машины времени» Мелька Пашаев был продюсером? – Да, я не был продюсером. – Нет, не был. То есть у группы «Машины времени» никогда не было продюсером или продюсером был Андрей Владимирович Макаревич или коллегианин там был? – Нет, если говорить о звуковом продюсере записи, то этим Кутиков занимался, всю жизнь не занимается. И вот сейчас мы садимся писать несколько новых песенок, потому что надо же к 50-летию записать несколько новых песенок. Ну и вот он и будет опять записывать, как обычно. – А в чём функции директора? Организация гастролей? – Это то, что роуд-менеджер называется. Да, организация гастролей, договорённости, составление правильного графика логичного, чтобы 10 раз туда-сюда не кататься. – Часто упоминание Галды в сочетании с термином продюсером тоже не было продюсером? – Да нет, конечно. У нас вообще этого понятия не существует. Хорошо, а Юрий Шмельчевич Ажинспитц был? Он продюсером? – Я с ним никогда не пересекался. Боюсь, что я не был продюсером. Он просто умел брать за пуговицу и не отпускать. Пока человек говорил, 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 пока тот не соглашался. – Тоже, кстати, это тоже искусство. – Вопрос, который давно интересует публику, меня тоже спрашивают в анонсе. Как Вы относитесь к бывшим членам «Машины времени», которые про неё много говорят и пишут? В частности, давайте вспомним Подгородецкого, который там и хорошего, и плохого много написал. – Я плохо отношусь к Подгородецкому, потому что, на мой взгляд, есть какие-то человеческие вещи недопустимые. – Мы про книгу «Машины времени» говорим или не только? – Я бы даже не видел. Я говорю, то, в результате чего мы с ним расстались, в конце концов. Я не хочу это обсуждать прилюдно, но вот у нас, у троих, у четверых, одни представления о порядочности, у него другие. Ну, пусть он живёт своим. – Вы стараетесь это не комментировать. – А зачем? То есть, вам, ну, последний пример, небольшой, да, он там, в частности, писал, что он один практически знал музыку. – Мне неинтересно, даже вот не надо. Не рассказывайте, что он писал. – Олег, ну, Андрей Валерьевич, по-моему, да, как-то, да. – Да, не буду пересказывать. – Абсолютно. – Я Олег просто немножко здесь идеал на себя натянул. – Если он всё писал, что же он такой сильно популярный? – Вам отвечу. Я когда готовил книжку «Пять лет назад о «Машине времени», Андрей Вадимович, который не очень меня привечает, и журналистов вообще, и меня в частности, оказал максимальную помощь, иллюстрациями, какими-то советами, Пётр Подоградецкий не прислал ни одной фотографии, хотя я у него просил, и потом предъявил претензии. А почему, блин, в книжке про «Машину времени» нет моих фотографий, потому что я их не смог просто тупо добыть. Вот это просто вот… – Хороший ответ, кстати. – Да, вот, кстати, вот такую объяснялку. В этой студии задал вопрос Маргулису, правда ли, что его уход из команды чем-то напоминает историю Сьёко Оона? Ну, в том смысле, что… – Это очень опасные такие аналогии, может, так далеко… – Может, про Биттлс, как бы говорим. Вы считаете, такой феномен вообще существует? Бывают ли, что родственники, жёны или дети, или братья оказывают влияние на политику в группе? – Ну, вообще, в природе это бывает. В частности, с Шоном Ленноном это случилось совершенно однозначно. – В вашем случае… – Не буду комментировать. – Я не про Маргулиса говорю, я говорю про Макаревича. – Я-то, знаешь, не женат. – Нет. – Может быть, и на мупает. – Нет, 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 я хочу вспомнить Вадима Григорьевича. Вы прислушивались к совету? – Нет, потому что он очень активно, ваш папа очень активно, ну, как мне вспоминается, может, я ошибаюсь, очень переживал за группу и был в процессе. – Он нам очень помогал. – Он привозил технику, я помню. – Да, но он никогда нас не учил играть музыку, понимаешь? – То есть, такого не было, что он говорил, что, Андрей, вот это вот надо, от этого надо избавляться. – С ума сошёл. – Нет, никогда? – Это что? – То есть, таких людей не было вообще вокруг. – Это что? – Рядом. – Почему? – Повезло. – А, понятно, это ответ. – А, кстати, доля везения или удачи, вот та самая птица цвета ультрамарин, как вы её оцениваете в своей жизни? – Я думаю, что это всё пустые словеса, но я думаю, что нам-то, в общем, везло. – Всегда? – Ну, если считать, что утробород должен 50 раз упасть маслом вверх, а 50 – маслом вниз, то у нас он маслом вверх падал гораздо чаще. Но я знаю таких людей, у которых он всегда маслом вниз падает, например, да, это труднообъяснимая вещь. – А вы не знаете, как приманить удачу? У вас такой огромный опыт, удачливость. – Я думаю, что, во-первых, не надо быть свиньёй, это очень важно. Тогда как-то вокруг тебя атмосфера лучше сделается, и люди удивятся, и станут относиться к тебе лучше, а это важно. – Про Звеню, кстати, вы ведь дружите с Александром Борисовичем Градским, которого я обожаю совершенно, считаю гением, но я его всегда воспринимал как младшего такого товарища, он слышал мне к подросткам всегда, кажется, по каким-то своим реакциям, по многому. Бывало так, что он вас, как он очень многих, обижал своим колким замечаниям, комментариям, профессионально, я имею в виду не в человеческом плане, а профессионально. Вы с ним общаетесь про музыку, короче говоря, или вы только выпиваете. – Ну, во-первых, надо сказать, что он за последние лет 15 стал гораздо деликатней. – Ну, это возрастное. – То, что происходило в начале 70-х, это просто горы тряслись, самолёты падали с ней в бутылку. Потом как-то нет, он нам больше, между прочим, помогал какой-то… – Организационно или профессионально? – Нет, какой-то поддержкой просто такой, мы же на него как на Бога смотрели в 71-м году. – Ну, да, с Комарохи. – Да, а он был единственным, который, когда мы в пид-клуб поступали, и все наши кумиры у нас заклевали вдруг и сказали, что вот эти люди играть не умеют и петь не умеют, а у нас было два усилителя на всю группу, и один ещё сгорел во время концерта, и мы всё воткнулись в одну какую-то коробочку, ну, это было чудовищно, настроение у нас было плохое. А Градский сказал, у себя козлы дураки, а вот они станут великой группой. Ну, как нам было после этого к нему относиться? А потом он нас привёл в «Энергетик», нет, Стасик нас туда привёл, если быть точным. – «Намин»? – «Намин», да. Но мы все в одной комнате варились, мы сидели на репетиции у Скомароха, посмотрели, как они пели, как Фокин барабанил, как Лёша Козлов играл, как у Стаса группа Блики играла, как «Второе дыхание» играла. Это всё было страшно важно, потому что мы были в самом низу пищевой цепочке. – А Фокина после этого переманили, да? – Мы его не переманивали особенно, мы оказались, мы летом поехали на юг играть в сборной такой солянки, там Серёжа Грачёв, это была половина лучших годов. – Лучшие годы – это команда. – Да, группа такая была. И нас они взяли с Кутиковым, ну они-то нас взяли, я думаю, потому что у нас уже было два регента 60-х, это два мощных 60-ти годовских усилителя, а у них ни черта не было, кроме желания жить красиво. Вот, они нас взяли, мы играли с ними в международном студенческом лагере, где количество девок раз в 10 превышало количество юнош. – Это важно. – Это было очень важно, и потом с Фокином поиграть, это было, ну что, это было за мечту, а потом лучшие годы развалились, и мы Юрку забрали к себе, недолго он с нами проиграл, но всё равно это была школа потрясающая. – Говоря о Фокине, не могу вспомнить про, скажем так, используем термин «топливо». Почему там те же мемуары Кейт Ричардса, я читаю, любого западного музыканта, они очень спокойно пишут и про вещества, и про алкоголь, и про, там, известно, что там сержант Пеппер, там записан под ЛСД, то есть Люсин за Скайвейс Даймондс, как мы знаем это, собственно. Почему у нас это какая-то традиционная советская или российская хамство, почему никогда даже рок-музыканты не упоминают о топливе как инструменте сотворчества? – Ну, во-первых, когда какому-нибудь российскому рок-музыканту, который на этом деле сидел, исполнится 75 лет, он тоже спокойно и честно напишет про то, что было 50 лет назад, я думаю, что да. А потом я тебе могу сказать, что, скажем, машина времени это не коснулась вообще. – Ой, машины времени выпивали, не курили. – Выпить мы любили и любим, послушай, но это я выношу за скобки. – Понятно, значит, все легенды про… – Выпивка – это не наркотик, это российский национальный флаг у нас. – Понятно, значит, все разговоры про полковника, я имею в виду клавишника, это всё разговоры. – Это не разговор, он что-то принимал, но зная наше отношение к этому, он это делал в глубокой тайне от нас. – То есть, машина времени сказала, нет наркотиков? – Нет, мы этого не говорили, но вообще он был нормальный, застенчивый человек, понимаешь. Вот ты ешь лягушек, а мы едим сыр, будешь ты с нами за одним столом есть лягушек живых? – Нет, наверное. Ну вот. – Какое-то разжигание к французам сейчас… – Ну, я сделаю лягушкам, не знаю, 75 лет, когда прозвучало, я подумал, сейчас же 64, есть культовая вещь в NM60, вспомянутого сержанта. – Я проснулся в этот день, и я знал, что ко мне в клубик придут люди меня попоздравлять с этой датой, и я представил себе, как они меня будут доставлять петь эту песню за сцены, и мне стало чудовищно, я подумал, сколько же идиотов по достижении в 64-х веках поют эту песню. – А я хотел, кстати, вас спросить, вот есть какой-то набор песен машины, которые вы уже петь не сможете, потому что не хотите? – Ну, большую часть, наверное. То есть мы сможем, если Родина прикажет, а так просто… – Напелись. – Вообще песни… – Напелись. – Не в этом дело. Песни – это продукт такого жанра, который долго не должен жить. – Ого! Вот это да! Вот все песни, которые живут там больше 50 лет – это исключение. Это исключение из правил. У меня дома огромная коробка – это хиты, это радиочарты американские, значит, поп-джазовые радиостанции такие, начиная с начала 30-х и заканчивая там концом 60-х. Там 100 дисков каждый по 60 минут. Там невероятные красоты и вещи. И это были лучшие песни. Мы не знаем ни одной ребят сегодня. Они были популярны год. – А у них есть потенциал для то, что называется ремейк? То есть вот вы видите, что из этой песни можно сделать что-то хит современный, то есть другая аранжировка… – Я не занимаюсь производством современных хитов, но там безумное количество, особенно в 30-е годы, красивых мелодий, чудесных аранжировок и замечательных вокальных партий. Ну, мода такая была. Была мода на красивую мелодичную музыку свинковую, понимаешь? – А вот возвращаясь к песне «Когда мне будет 64», известно ведь высказывание знаменитого Мика Джаггера, что рок-н-ролл нельзя играть после 30-ти. Боженька его наказал, потому что он сейчас козлом скачет в свои 900. – Всех бы так наказывал Боженька. – Да. Вы когда начинали музыкальную карьеру, вы же не видели себя профессиональным музыкантом? – Да нет, конечно. – Вы себя видели в 64, кем я буду в 64, думал Андрюша Макаревич. Вообще, то есть никаких планов не загадывали? – Да нет, конечно. – Битлз любите по-прежнему? – Даже, может быть, и больше. – То есть за прошедшие 5000 лет не изменились музыкальные пристрастия у Андрея Макаревича? – Абсолютно не расширились, потому что я, скажем, с джазовой музыкой познакомился гораздо лучше за последние лет 15. Хотя нравилась она мне и раньше. – Раньше когда? В школе? – С самого начала. Отец слушал джаз всё время, он его играл на фоно, тоже, кстати, будучи самоучкой абсолютным. И у меня просто не хватало времени на эту музыку. У меня рок-н-ролл забирал всё 24 часа. Поэтому я так поздно приехал к тому, чем я сейчас занимаюсь. – Вы имеете в виду сайт-проект? – Это и «Your Five», это и «Джазовая трансформация», это и «Иди с джаз» и всякое вот это проще. – Но всё-таки «Машина времени» по масштабу не может сравниться ни с одним из сайт-проектов музыкантов «Машина времени». Я правильно понимаю. – Зачем ты измеряешь масштаб? – Ну, не коммерческий успех, это здесь ответ. – А что ещё? – Количество поклонников. – Это и есть коммерческий успех. – Ну, тогда хорошо, тогда про составную коммерческую. Я так правильно понимаю, что «Машина времени», а все остальные совместно, «Нюанс Кутикова», «Сталкер», «Державина» и все прочие, они даже близко не лежали с «Машиной времени». Вообще говоря, я посмотрел на такую табличку, это причём мировая, вот круг, разделённый на секторы, это жанры музыки, которые сейчас выпускаются. Я с ужасом и изумлением увидел, что джаз занимает 2%. Это не у нас, это в мире. – Я понял, да. – А мне казалось, что всё-таки это весьма популярный жанр сегодня, потому что есть джазовые музыканты, собирающие стадионы, как Джимми Колл, например, да, и их много, их очень много, и джаз сегодня совсем не мёртвый, вот он получил опять толчок развития после того, как «Рокунарол» увел, и это всего 2%. Просто, когда ты оказываешься внутри этой среды, тебе кажется, что весь мир из этих людей состоит, а их оказывается немного, мне это совершенно не волнует. – Боюсь спросить, а кто на первом месте, рэперы? – Я не знаю. – Нет, вот в этой таблице, кто доминирует в этом графике. – Ну, там как-то поп-музыка делится довольно так, большими кусками. – А вообще отношение к рэпу? – Поп, никакого у меня нет к этому отношения. – Да? – Ну, абсолютно. – Не торкает? – Нет, не торкает. – А вы видели все эти баттлы знаменитые? – Все нет. – Слава КПСС? – Нет. – Нет. – Какой-то один посмотрел минуты-две, и мне стало неинтересно. – Ну, вам же как стихослагателю, как человеку, который складывает слова… – Мне показалось, что очень плохими стихами люди друг друга обсирают, причём явными заготовками. Значит, подготовиться можно было и лучше. – То есть, вы считаете, что это не экспромт? – Понятно. – Хороший ты мой. – А что, я так не побоюсь спросить, а что сегодня торкает на эстраде? Или наши, или западные? Есть что-то? – Ну, есть какие-то исполнители, которые просто своей энергетикой, своим уровнем, своей музыкальностью, своим классом. Ну, конечно, есть, их очень много. – Назовёте? – Без рекламы, просто личную точку зрения. – Из сегодняшних. Ну, тот же Джамми Колумб, например, достаточно молодой человек. А так я больше люблю всё-таки из чуть-чуть уже ушедших времён. Чет Беккер потрясающий, Джо Пасс, Монтгомери, ну, про Эллингтона там мы не будем говорить. Ладно. Это Джонс, Мэл Льюис. Изумительные были вокальные команды. Вообще была мода вот этих, не барбершоп, а типа Манхайтен Трансфорд. Я обожаю такое пение. – Они акапелло пели? – Они могли петь акапелло, но они пели с аккомпанементом, с комбо таким составом. Почему мы и сотрудничали с чудесной нашей командой акапелло-экспресс. И сделали программу Love с ними на английском языке в основном. И не побоялись её повезти в Америку. И очень там хорошо нас принимали. – Слово «реклама» прозвучало у Олега и джаз у Андрея. Я думаю, что время отрекламировать клуб как раз. Сейчас очень-очень. К слову. – Два с половиной года. Он называется «Джем», «Джем Клаб», «Джем Клуб». У него есть сайт «Джем Клуб Москва». Находится он на улице Сретенко, дом 11. Это маленький подвальчик, состоящий из двух небольших залов, где чудесная музыка играет со чудесными ребятами, не громко, а исключительно живьём. И там можно хорошо выпить, закусить и в приятной компании. Послушать это дело. У нас там получилась атмосфера. Для клуба это очень важная вещь. Я стучу по дереву всякий раз, когда говорю. Это специально не сделаешь. Она или возникает, или не возникает. Но я абсолютно счастлив, что она возникла. Я там играю довольно часто. То с Вайтом, то с джазовыми трансформациями. Это может быть состав разных музыкантов, комбо. С одной из трёх вокалисток прекрасных. Или Ира Родилис, или Полина Касьянова, или Диана Полинова. «Your Five» – это программа с моими песнями. Сейчас мы с Костей Гивандианом и Касьяновой, и Женей Борцом сделали программу «Леди и джентльмены». Это совсем старая музыка 20-х годов. Очень её люблю. Так что я иногда прихожу домой к себе и начинаю наслаждаться жизнью. – А домой к себе вы часто приходите? Я имею в виду график поездок, гастролей и прочего. Вы стали в большей степени домоседом, чем были? То есть у вас по-прежнему этот дух? – Нет, в меньшей степени, потому что когда тебе исполнится столько лет сколько… – Ой, ладно. Здесь это… – Ты почувствуешь, что время… – Мы люди 50-х. – Время начинает идти гораздо быстрее. – О, да. Просто оно пролетает. И такое ощущение, что ты уже ничего не успеваешь. Так что я дома бываю крайне мало. – Я, кстати, когда мы вспоминали про… То есть я вспоминал про ваших родителей. Я могу сейчас ошибаться, но правильно ли я понимаю, что у Андрея Макаревича нет песен, посвящённых семье, отцу, матери, сестре, племяннику? – Нет. – А девушкам посвящались песни, я помню. – Конкретным девушкам нет. – Конкретным никогда. То есть это было всегда… То есть разве поэт не держит в голове какой-то конкретный образ, когда он посвящен? – Мало чего он держит, так он тебе и расскажет. Но если это не посвящение конкретной девушке, то это, в общем, и не посвящение вообще. Нет, я терпеть не могу вот этих конкретностей, не знаю. Какая-то песня на заказ получается. – А вы можете ведь работать на заказ? Я так понимаю, что музыканты могут. Вы можете сочинить на заказ, скажем так, как Александр Борисович, гениальный ваш товарищ, сочинить? Можете? – Да, могу. Во-первых, довольно часто обращались и киношники, и театральные режиссеры. Это интересная задача, потому что ты влезаешь в какую-то шкуру, в которую тебе самому не пришло в голову влезть. Или, вот, например, я уже много лет там с журналом «Русский пионер» сотрудничаю. У них каждый номер – это тема определённая. А вот сегодня будет тема «Кровать», например. Думаешь, ёлки-палки. Вот надо написать рассказ. В жизни никогда про это не думал. Садишься, получается очень забавная вещь. Ну, а самому же это надо ещё сидеть, ковыряя в носу прошли. Тоже я сегодня буду рассказывать. Так что нет, это бывает, это бывает. – Вы считаете, вы более состоятельные, про музыкантов это вообще мы не говорим, про музыканты, общественные деятели, это всё. А вот такие ипостаси, как писатель и живописец, где вы себя комфортнее ощущаете в стихии, вот как художник или как сочинитель? Где вы себя чувствуете? Макаревич, если бы надо было… Не люблю такие журналистские вопросы, но задам. Надо было выбрать либо мы отказываемся от живописи, либо от сочинительства писательского. Чем бы пожертвовали? – Вопрос некорректный, но вот в процессе рисования я удовольствие получаю. В процессе писания не могу сказать, что вот сам процесс мне доставляет удовольствие, но… – Но у вас при этом книжек штук десять, по-моему. – Книжек штук десять-двенадцать, но зато потом приятно, ну смотри, Карась – ничего даже получилось, не стыдно вовсе. – А из музыки, из музыкальных номеров есть такие, которых вот прямо стыдно? Вот написал там и сейчас вот ни за что бы… Ну это примерно то, что Олег спрашивает. – Ну не то, что стыдно. – Слишком наивно, слишком… – Конечно. Ну конечно было, конечно было, это естественно. Слушай, нам было по семнадцать лет, по шестнадцать, ну что мы могли писать? – Башмет однажды интереснейшую историю рассказал, что ему приснилась мелодия, а потом оказалось, что эта мелодия не его, и Мур Стропович объяснил, чья это мелодия. Ну нет, ну и так у него просто было. Такого не бывало никогда, на Плеяти себя не приходилось, ну таком неосознанном, что сел и содрал. – Мы раньше страшно переживали, мы начинали делать песню и друг у друга мучительно выясняли, а у кого же мы успёрли это вот, на что она похожа. Я сейчас к этому по-другому отношусь, понимаешь, уже пятнадцать лет назад, двадцать, только в одной Англии каждую секунду писалась новая песня. Я думаю, что сегодня их пишется гораздо больше, а это только Англия, а не весь мир. Нот больше не сделалось. Мало того, для того, чтобы мелодия оказалась запоминающейся, она должна обладать некоторыми признаками, присущими сразу многим мелодиям. То есть вот это на что-то похоже, а на что я не могу понять, то есть конкретно-то ни на что. Поэтому я сейчас думаю про другое, я думаю, насколько хорошо песня получилась. Если она не вызывает то, что «О, это он Геста здесь пел». Нет, до такой степени, конечно, не надо. У Битлз гениально же они писали, они совершенно не стесняясь про каждую свою песню. Вот мы услышали у Чака Берри такой рок-н-рол, нам понравилась вот эта строчка. И мы с ней сделали песню. И у них лучше получилось. – Как у нас получилось решать наши слушатели и зрители? Андрей Вадимович Макаревич был в программе «Мемонот» великий. Я пока не убежал. Хочу напомнить, что «Машина времени», между прочим, 29-го числа, то есть через неделю, концерт в Москве в Корстоне. Знаешь, где Корстон? А как? Улица Косеина, а как же? – Вот, да. Он раньше назывался «Орлёнок», по-моему. – Да, да, был такой. – Так что заходите. – Приходите, и вы почаще к нам приходите, Андрей Вадимович. Три года мы вас зазывали, зазывали, шантажировали, шантажировали. – А лучше поздно, чем совсем. – Да. Спасибо. В эфире был Олег Дружбинский и Евгений Дорелев. Всего хорошего. – Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова